У Зола видео про Роблокс, подожди, реально? Привет, мой родненький. Привет, мой сладенький. Ванечка, Ванечка Зола. Золоченко ты мой, любимый. Я тебя обожаю. Ах ты. Привет, мои золики. Привет. Вы находите на канале Иван Зола 2004. Опять тихо, кстати. И сегодня будет одна интересная такая игра, как Роблокс. В чём, собственно, заключается эта игра? Проходить различные задания, например, как, ну, по всем картам, локациям, по всем мирам. Чё? Бегать. Что? Что? Прыгать и, собственно, выполнять разные задания. И, собственно говоря, что? Я уже начал тут выполнять некоторые задания. Некоторые, конечно, работают. Ну, некоторые работали. Какие в шоке задания? Ладно. Он просто, видимо, так называет плейсы. Вот или. Так, собственно, выбираем задание. Какое у нас задание будет? Блять. Угу. Так, так, так. Такой выбор, да, Вань? Тут много их, кстати. Ну, пол лавы возьми. Ну, потасовка героев давай. Симулятор падения в канаву. Во! Это тебе нужно, брат. Скорее выбирай. Угу. Давайте, ну, попробуем вот это вот. Ура! К маме! Погнали. Ну, прыгай. Кто-то тут уже ругается. А что надо делать? Слушай, у него голосовой? Блять, у него голосовой включен. Он подтвердил личность. А я почему этого не сделал? Даже у него голосовой есть, а у меня нет. Ну, прыгай в канаву. Ну, прыгай. Ой-ёй-ёй-ёй. Ну, прыгай в канаву. Так, а что делать? Прыгай в канаву, блять! Игра называется симулятор падения в канаву. Прыгай в канаву. Собственно, гулять по лакану. Блять, а что? Что вебкой закрой? Это, ты, ты, у меня вебкой нормальная, если что ты говоришь? Отцы, наверное, нужно. А, рекламу закрыть, точнее. Да кому подписать петицию? Ты о чём вообще, человек? Прыгай в канаву. Блять, он не понимает. Сука, чувак зашёл на карту под названием симулятор прыгания в канаву и не понимает, что делать около, блять, канавы, сука. Он спаунится, прямо говоря, около канавы. Там табличка, блять, около канавы. Канава! Да, серьёзно? Лучи не надо. Ой, ой, встань, 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 встань. Вот, внизу канава! Прыгай в неё! Я возродился. Так. Блять, Иван Золон настолько умный, что он около канавы не может прыгнуть в канаву. Блять, ты издеваешься? Какая-то, что я напухает. Это отвратительно. Так. Да кому подписать тебе петицию? Это кто? Какие-то игроки. Если я не подпишу эту петицию, то что? Блять, я не могу с Ваней. Это что за пиздец? Вот там уже уничтожают. Так. Он вообще не понимает! Надо как-то прыгнуть, что ли? Не, чуваки, по-моему, вот стримы по доте, ой, стримы по доте, ролики по доте и кс были интереснее, потому что здесь чувак вообще ничего не выкупает, что происходит. Ну просто не понимает. Ага. Я понял. Блять, нихуя ты не понял! Последний раз попытаемся, и если ничего не получается, то... Какое не получается, блять? Ты убегаешь от канавы! Я ухожу на другую карту. Блять, это просто пиздец. Да я же прыгнул! Вы понимаете, что если бы в свое время вместо Павлова была бы... Ой, у Павлова была бы не собака Иван Зола, вот это вот получается метода Павлова просто бы не существовало. Вы понимаете, ребят? Просто бы не существовало, потому что Иван Зол не поддается никакой логике. Ладно. Меняем, собственно, карту. Чувак идет три раза в одно и то же место и умирает одинаковым образом. Он такой, ну блять, ну четвертый раз-то я не умру, а умер, бля, ну карта хуйня какая-то. Пиздец. Подожди, это же реально мышка Блустакса. Он что, играет в Роблокс-симулятора? Следующая карта, которую мы можем пробовать, это... Ладно, возможно, ему нравится. Допустим, допустим. Симулятор Человека-паука, давайте его испробуем. Блять, спорим, он в симуляторе Человека-паука не сможет полетать на паутине. Вот, даже сделайте ставку, кто хочет модерации, по-быстренькому, пока он запускает, что он не сможет полетать на паутине и быть Человеком-пауком в симуляторе Человека-паука. Ну, то есть, эту карту. Еще вот эти шумы. Присоединяйтесь к создателю. К какому создателю? Ну, так же, подругаем нагады в игре. А, выбрались. Я выбрал. Так, трое. Ага. Четверка. Получай. Шестерка. Пятерка, давай. Так, что делать-то? Ух ты, ничего себе. Как он высоко прыгает. Он прыгает. Ой, что это? Лучше скупят. А, трезубец Саквамена? Не надо. Блин, лучше скупят. Слишком платно. Слишком платно. Так. Девятка. Вау. Подожди, он сейчас убил врага? Получайте. Ну, вроде бы, все получается. Блядь, он убил сейчас только что? Он их убил только что? Всех уничтожаю. Бот-паук. Не надо, слишком платно. Меня уничтожил доктор осьминог. Он даже понимает, кто его убивает. Слушайте, мне кажется, он мне не прикалывается. Она платная? Ой, прикалывается на самом-то деле. Возможно, чувак действительно очень умный. Конечно, платная. Так, применяем. Семерка. Слишком платно, к сожалению. Опять слишком платно. Не действует. В двойка. В двойка. Так, четверка. Четверка. Кинг-пин меня уничтожил. Блядь, он не понимает, как работает паутина, да? Так, бот-паук. Да уберистый. Все, пацанчик потерялся. Так, это, к сожалению, не исчезнет никак. Нажми тап, брат. Нажми тап. Или тап-чат, я не помню. Помню, там были скульпмор. Выграя как Халк. Это первый Человек-паук, который не использует паутину, потому что не умеет. Ну, прикольно, прикольно. Но что-то некоторые действия не работают. Это чисто, знаете, просто разлом мультивселенной. Все спайдер-мены оказываются в одном мире, и Ван Золо тоже. И все такие, блядь, заебал летать на паутине. Ван Золо такой, в смысле, вы летаете на паутине, я только прыгаю. Где баннер закрой? Блядь, этот баннер убегает. Ни шестерка, ни семерка. А работает только девятка и нолик, наверное. Мне не платили, так что все, минус реклама. Так, нажму на нолик. Ага. Нолик работает. Это какой-то меч. Восьмерка работает. О, семерка тоже, и девятка это работает. А, семерка, я не знаю, что это. Я все еще верю, что он поймет, как надо летать на паутине. Ну, потому что это просто, ну, невозможно, не понять, как это надо делать. Человек-паук стал розовым. Розовый человек. А, это, короче, прибавляет скорости. Угу, я понял. Ну, собственно, классно. Нет, тебе меня не уничтожить, Веном. Че? Так, давайте шестерку. Шестерка работает? Шестерка не работает. А, все, понял. Блять, он просто чувака убил. Шестерка бьет человека. Бьет Венома. Шестерка бьет человека. Так, что у нас по пятерке? По пятерке. Двухсмысленно. По пятерке это просто... Платы обычные. А-а-а, все понятно. Я же думал, от людей побеждает. Плащ. Так, меня уничтожили? Да, брат. Ну, левая человека-паука, это не интересно. Окей, давайте еще раз спробуем человека-паука. Да, бля, скип от человека-паука, это не интересно, скип. Подожди, он учился... О-о-о-о, все. Давай туда. А теперь сюда. Он научился плюс баллы. Работает. Плюс баллы. Ой-ой-ой, это этот, водяной, как его, забыл, из Человека-паука-черезселенной. Так, это щит работает. Вторая кнопка. Охренеть. Так, блядь, я заебал. Что? О, статуя свободы. Нью-Йорк, родной город может спать спокойно. Ведь в его защите я, Иван Золоченко. Ну, наверное, за какую-нибудь сексуру. Потому что тут городов, ну, города снизу, естественно. О, кровавая ночь наступила. Кровавая ночь. Короче, прикольно. Карта, можем... Блядь, если бы я жил в Нью-Йорке, с таким Человеком-пауком, я бы нахуй съехал с Нью-Йорка. Так, давай дальше. Так. Он опять баннер перейти... Да ты заебал, Ваня! Следующая карта. Как она будет назваться? Магнат боевой военной базы. Прогресс сохранения. Ну, это прям очень легко для него. Я помню, мы с Дрэком играли, и там даже делать ничего не нужно. Давайте собственность... Не, там же надо хоть немножко надумать. Ну, к примеру, понять, куда идти. Блядь! Он сейчас ничего не поймёт, ливнёт. Пробуем это. Выйти с полноэкранного режима. Так, купи свой первый... И свою первую пипетку? Что? Вы серьёзно? Да, я серьёзно. Купи пипетку. Купи пипетку, брат. Купи пипетку. Купи пипетку. Что это? Просто, что это? Стрелочки, блядь. Вот, у Чела стрелочки на место, куда нужно встать. Ну, вот, их даже видно. Вот, ну, блядь, ну... Для особо одарённых сделали. Запустил. По стрелочкам. Деньги для сбора. Окей. Блядь! Он реально понимает. Что я делаю в итоге? Он даже не понимает, что он делает. Он просто бежит по стрелочкам. Для особо одарённых. Купи свой второй капель. Ага. Это я сделал. Молодец. Теперь ещё больше расширь... Свой тайку. Ну, всё. Теперь надо думать. Стрелочки закончились, мужик. Как мне вот это вот выбрать? Вот, всё, я убрал, наконец-то. Так, открыть меню. Давайте откроем Е. Е. Улучение, перерождение, 0,2. Я вообще ничего не понимаю. О чём не по итогу-то надо делать? Ну, без стрелочек нихуя непонятно. Это тоже не то. Стрелочки, верните стрелочки, непонятно. Так, купить несколько контейнеров. Стен. Так, окей. Всё. Всё, Ваня, Ваня. Они просто ухарают. Ваня, они просто угорают. Всё нормально. Нам, ну, наверное, не надо это. Недостаточно денег. Покупай, МВИП. Покупай, покупай, покупай. Окей. Купить пути оружия. Ну, тоже недостаточно. Лядь, вы видите просто вот эту огромную табличку с надписью купи, этот, ну, деньги для сбора? Чтобы просто встать в неё и получить деньги. Вы видите эту табличку? Вообще похуй на её существование. Просто посрать. Вон она позади него, видите? Так, ну, окей, давайте пойдём туда. Ага, понял. Там стреляют. Если... Ты такой, пожалуйста, гуляйте, вот он такой стреляет. Ладно, понял, давай домой. Это вот какой-то скрижет есть, значит, я что-то делаю не то. Но что... Что, блядь? Что я пока не... Он так, стрельбой писал вокруг? Понимаю. Ты чисто знаешь, власти так же сидят такие. Ну, если стрельба идёт, значит, я делаю что-то не то. Ну вот, смотри, у тебя уже 500 баксов. Блядь, вы понимаете? Там уже 500 баксов собралось. Пока Иван Золой сидит. Сколько там времени прошло? Пиздец. Ну, фунтов вообще не баксов, но вы поняли. Ладно. Уже 1000, практически. Скипаем это. Встань сюда просто. Или вот сюда встань, я не знаю, сюда или сюда. Следующий... Ну, неинтересный просто режим, понимаешь? Скучный, просто скучный. Это у нас будет... Надо выбрать какую. Аквапарк Тайкун. Мужик, это же точно такая же хуйня. Ты же понимаешь? Типа мы будем кататься... Аааааааааааа попался... Нет ты будешь строить waterpark точно также как ты только сейчас делал себе вооружение Ой давай Вань Так что в итоге? Аааааааааааааааааааа тут деньги нужны У меня денег нету Или есть? Что это? Я что-то подразъебало с этой хуйни Глобал лейдерборд Батсори Юйван Зола Ля, я не могу, это просто угарно выглядит Не знаю, что сейчас произошло Блять, он ушел Он отправился к вулкану А, он переместил к вулкану свое здание, все понял А, это чтобы перемещаться быстрее по острову, все понял Мне нужно на горку Ага Окей Это я строю что-то Что-то Пока не понимаю, что Я тоже не понимаю Пока что иду в правильном направлении Давай, брат, строй Хорошо, как же он строит Как же он строит Как у него столько денег Не знаю, Вань, не знаю Но что-то мне подсказывает, что они сейчас закончатся нахуй Я пока что не понимаю Стоп, он же сейчас просто все деньги проебет и выйдет Потому что он не сделал ничего для того, чтобы у него деньги зарабатывались Да ведь? Так Он просто ставит стулья по пяти хатке каждый А, не, они все равно зарабатывают Мне кажется, там можно было сделать попизже Чтоб лучше зарабатывалось А, деньги закончились А, все Все, ты прошел игру Да я понял Все, ты прошел игру Так, что здесь еще можно? О, кэш коллег 2000, бери Блядь, деньги Класс Он допер Он допер Оказывается, можно заглядывать в почтовый ящик И типа, можно оттуда, ну, деньги брать Ну да Вот эта карта нам подойдет Я здесь что-нибудь построю, как в Майнкрафте Нет, ты просто будешь нажимать вот на эти кнопочки и строить Во Ура, у меня катер появился Ура, у меня катер Ура, у меня катер Забирай деньги, деньги, деньги забирай Там уже Сколько? Полторы, две тысячи за скопи Охуеть, очень быстро Так забери А че он не забирает их Что это? А, это платно Это уже за реальные деньги Да я понял Все, все За реальные деньги Так, отлично Лестница появилась Давай, вперед, вперед Ура, у меня катер Так Ты все, сейчас Ваня прям настроит вулкан Как эти штуки называются? Ну, ему же по-хорошему нужно вернуться назад Там же основная Основная часть аквапарка будет Так, камни мы построили Уже, отлично Так что надо, по сути, назад возвращаться Разве нет? Так Угу, отлично Деньги, деньги закончатся Уже круто Брат, там уже 5000 баксов Ну, собственно, строим пляж Так сказать Это, если что, не аквапарк Ну да Поэтому Надо вернуться назад, брат Строю пляж И потом, наверное, построю Аквапарк Блин Вот это, мне кажется, реальная игра для Ивана Зола Вот я всегда думал Кто играет в Тайкон Менеджеры Вот такие Ага Которые вот чисто на то, чтобы просто встать куда-то И сидеть смотреть Вот, вот Вот такие люди Сидят, кайфуют Думают Ебать я строю, конечно Как в Майнкрафте Жестко Жесткий строитель Так Угу Все, отлично Ну ничего Ну, больше что Тайкон Менеджеров Сори, как бы Кусок говна Это я понял Очень мало хороших Вот этот, конечно Слабо напоминает Хороший на самом-то деле Отлично Он вообще не выглядит хорошим Так Что мы можем дальше построить? Ну Опять реклама сместилась Ну ты сука, конечно Что мы можем построить? Угу Так ты же можешь просто пробежать по ним, разве нет? Он сейчас все оформит здесь Становится остров все красивее и красивее Так Бля Просто бегает Нажимает на кнопки О-о-о О-о-о О, подожди Он сколько так будет делать? Он остановился на этом режиме И просто нажимал на кнопки Так Взял, отлично Ну ему нравится И вот так я, если что выгляжу Это мой персонаж Поэтому я блондин Сейчас будет дальше прокачиваться Диваны поставил О-о, нету денег Понятно Бля, он опять двинул баннер, вот ты, конечно... А куда двинул, я потерял его, здесь? Да понял, я понял. Сейчас, пи***а. Сколько он будет так еще сидеть? Но пока я вижу, что он такой, превращается в очень такой, знаете, красивый остров. Так это нихуя не аквапарк, ты просто съебался с аквапарка и пошел строить остров, этот, отель у вулкана. Остров, так сказать, мечты. Да, блядь, как он это делает? Так, накопилось, накопилось до 16 тысяч. Ты съеби уже с него, построи аквапарк! Так, ага, взяли двусадку, поехали. Так, угу. Так, ага, поставили мы столб со стульями. Бля, он до конца, он походу до конца летсплея будет сидеть на этом острове. Да, он просто вот нашел что-то, вот что умеет, бегать по кнопкам и сидит до конца, показывает скилл. Так. А вот этим вот кнопочкам, которые... Охуеть, чел просто пок... А вот, смотри, аквапарк появился. Подожди, так это получается, я лбовюб, он реально строит аквапарк? Думал, на другой локации должно быть. Так, окей. Опять баннер, сука! Шесть тысяч. Вау! Да похуже на этот баннер, честно говоря. Пусть появляется. Так, это, если что, скамейка у нас. Классно. Серьезно, да, мне это очень интересно смотреть. Обожаю такой контент, как человек играет, айконы игры. А тебе? Надеюсь, тоже нравится. И, по-моему, еще шесть тысяч. Так, подожди, а чем здесь закончится-то? Семь или шесть горок. Он, подожди, он прокатится хотя бы? Хоть разок. Не, он просто сделал горки, но не катается. Он просто их сделал, но не более. Шестьдесят тысяч рублей. Да, он просто прыгает. Мы вообще похуй. Не понял. Это уйдет надолго, если честно. Что накапливается вот в этом ящике? Я, наверное, потратил, ну, миллион. Аквапарк Зола 2004. Вот он. Он миллиона пять. Или же четыре, или три. Я потратил миллионов пять. Или же три. Вот как все тут построено. Так, персонаж. Что я хотел сказать? Забыл. А, повернись для превью. Мне нужно для ролика. Все, повернусь. Он сам себе говорит, понимаете? Он сам себе говорит, какие задачи нужно выполнять. Отлично. Я буду, собственно говоря, уже завершать этот ролик. Может, не реально раздвоение личности какое-то? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик. Также подписывайтесь на мой телеграм-зуб. Блять, честно скажу, роллбоксы, сука, котище ебаные. По крайней мере, вот бегать по тусе, ну, это суперинтересно. Было интересно, пока он не пришел в аквапарк. Плюс-минус. А здесь он просто понял, как работает система и бегал по кнопкам минут 20. Ну, кому это вообще интересно. Пусть он в геншин импакт заходит и пытается выкупить за персонажей. Как они там называются, что они делают. Вот это действительно интересно было бы большинству людей. Так что, ребята, ждем, чтобы Иван Золо пошел в геншин импакт и оценивал персов. Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть все болит, но не пойду врачу.